Скажите, а как вы относитесь к тому, что дети с инвалидностью будут учиться в обычных школах? Ну, возможно, это неплохой вариант для детей, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. По-моему, это так и должно быть. Если ребенок может посещать обычную школу, если ему нужны специальные условия для этого, то вполне. Ну, если школу переоборудуют для этого, то, я думаю, неплохо. Почему нет? Вы понимаете, что инвалидность разная бывает. Если имеется в виду не умственно обсталые дети, а абсолютно нормально развитые, то, я думаю, это хорошо. Социализация и так далее. А если дети с синдромом Дауна? Ну, это уже ненормально. Я считаю, что для них надо специализированный уход и специализированные, собственно говоря, какие-то заведения делать. Эти дети, с ними очень осторожно нужно быть. Я считаю, что все-таки им тяжело будет в обычной школе, особенно в старших классах. У них должен быть человек, который будет их на коляске передвигать, может быть. А в обычной школе, я знаю, таких нет. В принципе, положительно, но это не с нашей, так сказать, не с нашей ментальностью. Это надо общество к этому готовить очень основательно. Гуманность, утерпимость учить, чтобы не было категоричности. Я, если честно, я только за, потому что я сама по образованию педагог, и я знаю непосредственно изнутри, какие бывают проблемы у таких деток. Я своему ребенку объясняю, что это такие же точно дети, но у них есть некая особенность. И я думаю, что все-таки это правильное решение, вот с такими детками так поступать. Ну, потому что они будут находиться в коллективе, им будет комфортно, они будут чувствовать себя ущемленными положительно. А почему нет? Чтобы они чувствовали себя наравне со всеми остальными, по-моему, это здорово. Но если для них будут какие-то удобства, чтобы они чувствовали там себя еще более комфортно, то почему бы и нет? Потому что они такие же граждане, как и мы, как все остальные дети. Я считаю, что это правильно. Если мы стремимся к Европе, а в Европе и в Америке и так далее, и так далее, кругом дети учатся, даже с инвалидностью в обыкновенных школах учатся. А почему у нас не должно быть так? Дети должны быть адаптированы к среде социальной. Вот если замкнуть их в какой-то вакуум, где они, в общем-то, достаточно комфортно, они не могут всегда оставаться в таком комфорте. Так что должна быть адаптация. Отрицательно. Разные дети могут просто над ними насмехаться и так далее. Им нужно создать условия, в которых они были бы равны и среди равны. Ну, есть пример Ника Вуйчича. Он, я думаю, что таких вообще инвалидов очень мало. И он занимался в обычной школе, он достиг больших высот. Эти дети должны быть среди нас, они просто немножко другие. С инвалидностью какой? Не может ходить, это одно, их будут уважительные отношения. А вот те, о которых сейчас говорят, это солнечные, понимаете? Это есть специализированные школы, и они могут это самое. Это более правильное решение. Ну, понимаете, дело еще в обществе нашем, чтобы обычные дети их как бы не унижали. Но я думаю, сейчас везде и СМИ, и все об этом говорят. Я думаю, что это было бы положительно, на них влияло. И ребенку, да, вот, который, там, какая-то инвалидность, ему легче будет чувствовать себя полноценным, когда он находится среди здоровых людей, ну, там, да, одноклассников и так далее. Почему его должны ограничивать, там, вот ты, там, не такой, как все и так далее, если он, в принципе, такой же человек, как и мы. Если учитель, преподаватели нормально настроят остальных детей, как к нему относиться, если они будут к нему относиться с пониманием, тогда почему и нет. Ну, я считаю, это неправильно, потому что для них должен быть особенный подход, вот, а наши педагоги, ну, не совсем к этому готовы. Толерантность наших детей не особо, то есть это в любом случае будут издевки, это, ну, не очень правильно. Полагожительно отношусь к этому. Дети с инвалидностью не должны быть изолированы от общества. Они должны быть чувствовать себя обычными членами обычного общества. О, ну, это очень плохо, потому что дети у нас сейчас маленькие, очень злые, и вот этих, которые, детки, ну, болеют, они будут их обижать. Ну, дело в том, что у меня тоже внук, мягко говоря, проблемный, поэтому я считаю, что пусть это будет лучше хотя бы на первой, начальная школа, ну, спецшкола. Дети с инвалидностью должны ни в коей мере не быть ограждены от других. Так должно быть отношение, скажем так, особое, но в том числе и общее. И поэтому дети с ограниченными возможностями ни в коем случае не должны знать о том, что их возможности ограничены. И чтобы у них всегда все было хорошо, и они представляли, что они полноправный член нашего общества. Спасибо.